Картины Рафаэля Возможно, поэтому под кистью мастера родилось такое огромное количество произведений, которые передают совершенство окружающего мира и его идеалы. Наверное, никто из художников эпохи Возрождения так мастерски и глубоко не оживлял сюжеты своих картин. Вспомнить хотя бы настоящий шедевр искусства того времени Сикстинскую Мадонну. Незыблемо и желанно перед зрителем возникает образ повторимого чудесного видения. Оно будто спускается с синеватой глубины небес и окутывает окружающих своим величественным и благородным золотистым сиянием. Мария спускается торжественно и смело, держа на руках своего младенца. Такие картины Рафаэля – яркое отражение его возвышенных чувств и чистых искренних эмоций. Монументальные формы, четкие силуэты, уравновешенная композиция – в этом весь автор, его стремление к высоким идеалам и совершенствам. Первое обращение Рафаэля к образу, который станет главным в творчестве художника – картина Мадонна с младенцем, датируемая 1498 годом. На момент написания этой картины художнику было всего 15 лет. Сейчас картина находится в музее Рафаэля итальянского города Урбин. Мадонна с младенцем и святыми, написанная около 1502 года. Эта картина близкая по духу к умиротворяющему искусству Перуджино, известна также под названием «Мадонны фон Геропа». Рафаэля представила здесь богоматерь с благословляющим младенцем Христом в окружении святых Иеронима и Франциска. Картина находится в Берлинской картинной галерее. Картина Мадонна Солли названа так, потому что принадлежала британскому коллекционеру Эдварду Солли. Картина датируется 1500-1504 годами. Сейчас картина находится в Берлинской картинной галерее. Мадонна Пасадина Названа по месту своего нынешнего нахождения, городу Пасадина, США. Картина датирована 1503 годами. Картина Мадонна с младенцем на троне и святые датирована 1503 и 1505 годами. На картине изображены Дева Мария с младенцем Христом, юный Иоанн Креститель, а также апостол Петр, апостол Павел, святая Екатерина и святая Цицилия. Картина находится в Метрополитен-музее в Нью-Йорке, США. Мадонна Диотолеви Мадонна Диотолеви Мадонна Диотолеви Датирована 1504 годом. На картине изображены Дева Мария с младенцем Иисусом на руках, который благословляет Иоанна Крестителя. Иоанн сложил руки на груди в знак смирения. В этой картине, как и во всех предыдущих, чувствуется влияние Перуджину, учителя Рафаэля. Мадонна Кунистабили Написана в 1504 году и позднее названа по имени владельца картины, графа Кунистабили. Картина была приобретена российским императором Александром II. Сейчас Мадонна Кунистабили находится в Эрмитаже, Санкт-Петербург. Эта картина считается последней работой, созданной Рафаэлем Умбри до переезда во Флоренцию. Мадонна Грандука Написана в 1504-1505 годах. В этой картине чувствуется влияние Леонардо да Винчи. Картина написана Рафаэлем во Флоренции и по сей день находится в этом городе. Малая Мадонна Коупера Написана в 1504-1505 годах. Картина была названа по имени ее владельца, лорда Коупера. Сейчас картина находится в Вашингтоне, в Национальной галерее искусств. Мадонна Тиранова Написана в 1504-1505 годах. Название картина получила по одному из владельцев, итальянскому герцогу Тиранова. Сейчас картина находится в Берлинской картинной галерее. Картина «Мадонна Анси Дэй» датирована 1505-1507 годами, изображая Деву Марию с младенцем Христом, взрослого Иоанна Крестителя и Николая Чудотворца. Картина находится в Лондонской национальной галерее. Орлеанская «Мадонна» Картина написана в 1506 году. Картина называется Орлеанской, так как ее владельцем был Филипп II Орлеанский. Сейчас картина находится во французском городе Шантии. Картина «Святое семейство» с безбородым святым Иосифом написана около 1506 года и сейчас находится в Эрмитаже, Санкт-Петербург. Картина Рафаэля «Святое семейство» под Пальмой, датированная 1506 годом, находится в Национальной галерее Шотландии в Эдинбурге. Мадонна в зелени Датированная 1506 годом, сейчас картина находится в Вене, Музее истории искусств. На картине Дева Мария держит младенца Христа, который хватает крест у Иоанна Крестителя. На картине Мадонна с щегленком, датированной 1506 годом, Дева Мария сидит на скале, а Иоанн Креститель и Иисус играют щегленком. Сейчас картина находится во Флоренции, галерее Уфицы. Мадонна с глаздиками Мадонна с глаздиками, как и другие картины флорентийского периода творчества Рафаэля, написана под влиянием творчества Леонардо да Винчи. Картина была написана в 1506-1507 годах, находится в Лондонской национальной галерее. На картине Прекрасная садовница Дева Мария сидит в саду, держа младенца Христа. На одно колено присел Иоанн Креститель. Картина датирована 1507 годом и находится в Лувре, в Париж. На картине Святое семейство Сагнсон изображены Дева Мария, Святой Иосиф и младенец Иисус, сидящий верхом на ягненке. Картина в настоящее время находится в Мадридском музее Прадо и датирована 1507 годом. Картина Святое семейство Каннеджиани написана Рафаэлем в 1507 году для флорентийца Доминико Каннеджиани. На картине изображены Святой Иосиф, Святая Елизавета с сыном Иоанном Крестителем и Дева Мария с сыном Иисусом. Картина находится в Мюнхене, в старой пинокотеке. Картина Мадонна Колонна названа по имени владельцев из итальянского семейства Колонна. Сейчас картина находится в Берлинской картинной галерее и датирована 1507 годом. Картина Мадонна Эстерхацци названа по имени владельцев из итальянского семейства Эстерхацци. На картине изображена Дева Мария с младенцем Иисусом на руках и сидящий Иоанн Креститель. Сейчас картина находится в Будапеште, в музее изобразительных искусств. Датирована 1508 годом. Большая Мадонна Коупера написана в 1508 году. Как и малая Мадонна Коупера, картина находится в Вашингтоне, национальной галереи искусства. Мадонна Темпи написана в 1508 году. Названа по имени владельцев флорентийской семьи Темпи. Сейчас картина находится в Мюнхене, старая пинокотека. Мадонна Темпи – одна из немногих картин Рафаэля флорентийского периода, в которой не чувствуется влияние Леонардо да Винчи. Мадонна Де Ла Торре написана в 1509 году. Сейчас картина находится в Лондонской национальной галереи. Картина «Мадонна Альдубрандини» датирована 1510 годом. Картина названа по имени владельцев семейства Альдубрандини. Сейчас картина находится в Лондонской национальной галереи. На картине «Мадонна в голубой диадеме» Дева Мария одной рукой приподнимает завицу над спящим Иисусом, другой рукой обнимая Иоанна Крестителя. Картина находится в Париже, в Лувре, и датирована 1510-1511 годами. Картина «Мадонна Альба» получила название по имени владелицы, герцогини Альба. «Мадонна Альба» долгое время принадлежала Эрмитажу, однако в 1931 году была продана за рубеж и сейчас находится в Национальной галерее искусства в Вашингтоне. Картина была написана в 1511 году. Картина «Мадонна с вуалью», написанная в 1511-1512 годах, находится в музее Конди, во французском городе Шантии. Картина «Мадонна из Фолиньо», датированная 1511-1512 годами, названа по названию итальянского города Фолиньо, где она находилась. Сейчас картина находится в Ватиканской пинокотеке. Эта картина была написана Рафаэлем по заказу Сигизмонда де Конди, секретаря Папы Римского Юлия II. Сам заказчик изображен на картине справа, он стоит на коленях перед Девой Марией и Христом, окруженными ангелами. Рядом с Сигизмонда де Конди стоят Святой Иероним и его ручной лев. Слева Иоанн Креститель и колено преклоненный Франциск Осийский. Картина «Мадонна с кангелябрами» написана в 1513-1514 годах. На картине изображены Деву Мария с Младенцем Христом в окружении двух ангелов. Картина находится в художественном музее Уолтерса в Балтиморе, США. Сихстинская «Мадонна» датирована 1513-1514 годами. На картине изображена Дева Мария с Младенцем Христом на руках. Слева от Бога Матери, Папа Римский, Сихст II. Справа Святая Варвара. Сихстинская «Мадонна» находится в галерее старых мастеров в Дрездене, Германии. На картине «Мадонна де Олимпаната» изображена Дева Мария с Младенцем Христом на руках. Рядом с ними Святая Елизавета и Святая Екатерина. Справа – Иоанн Креститель. Картина датирована 1513-1514 годами и находится в галерее Палатина во Флоренции. Картина «Мадонна в кресле» находится в галерее Палатина во Флоренции. Датирована 1513-1514 годами. На картине изображены Дева Мария с Младенцем Христом на руках и Иоанн Креститель. Мадонна в шатре написана в 1513-1514 годах. Название картины дано из-за шатра, где находятся Дева Мария с Младенцем Христом и Иоанн Креститель. Картина находится в старой пенокотеке в Мюнхене, Германии. Мадонна с рыбой Картина находится в Мадридском музее Праду, датирована 1514 годом. На картине изображена Дева Мария с Младенцем Христом, Святой Иоанним с книгой, а также Архангел Рафаил и Товья. Персонаж книги Товита, которому Архангел Рафаил даровал чудесную рыбу. Картина «Прогулка Мадонны» находится в Национальной галерее Шотландии, Эдинбург. На ней изображены Дева Мария, Христос, Иоанн Креститель и неподалеку от них Святой Иосиф. Картина датирована 1516-1518 годами. Святое семейство Франциска I написано в 1518 году и названо в честь владельца, короля Франции, Франциска I. Сейчас картина находится в Лувре. На картине изображены Дева Мария с Младенцем Христом, Святой Иосиф, Святая Елизавета с сыном Иоанном Крестителем. Позади фигуры двух ангелов. Картина Рафаэля «Святое семейство» под дубом находится в Мадридском музее Прадо и датирована 1518-м годом. На ней изображены Дева Мария с Младенцем Христом, Святой Иосиф и Иоанн Креститель. Мадонна с Розой, датированная 1518-м годом, находится в Мадридском музее Прадо. На ней изображены Дева Мария с Младенцем Христом, который принимает от Иоанна Крестителя пергамент с надписью «Агнец Божий». Позади всех Святой Иосиф. На столе лежит роза, которая и дала название картине. Картина «Малое святое семейство» датирована 1518-1519 годами. Картина, изображающая Деву Марию с Христом и Святую Илезавету с Иоанном Крестителем, названа Малым Святым Семейством, а чтобы отличать ее от также находящейся в Лувре картине – Большое Святое Семейство. 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 Семейство.